Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Первые часы пребывания в нацпарке начинаются для детей сотрудников ГЭС-компании N+, с конкурсов и эстафет. Главная задача – сплотить ребят в один дружный коллектив, которым они проведут следующие три дня. В рамках экологической экспедиции сначала они выполняют одно задание на всех, а потом делятся на команды и отправляются на образовательный квест. Мне нравится увлекаться природой, то есть я даже помогаю, отдаю, собираю всякие разные бутылки и сдаю в переработку. Также мы здесь занимаемся всякими играми, то есть играем, узнаем много всего интересного о животных. А начали ребята свою поездку с места работы родителей – Красноярской ГЭС. Школьникам рассказали, как устроена гидроэлектростанция, какие экологические проекты поддерживает компания. Развитие бережного отношения к природе и повышение экологической ответственности – те ценности, которые ставил в приоритет еще основатель N+, Олег Дерипаска. Программа наполнена всякими экологическими компонентами, что позволяет ребятам быть более ответственными к природе, быть более бережными к той планете, на которой мы проживаем. Это вообще глобальная задача нашей компании, компании N+, чтобы возращивать детей с максимально экологическим поведением. Основная часть экспедиции проходит на столбах. Это первая и единственная в России особо охраняемая природная территория, где есть условия для образовательных проектов. Школьники живут в Нарыме. Это научно-познавательный комплекс рядом со знаменитыми сиенитовыми скалами. Для детей созданы все условия для проживания. Подготовлена большая образовательная программа. Впереди ждет экскурсия, очень много встреч с нашими сотрудниками. В познавательных встреч будут лекции о флоре и фауне национального парка в игровом формате. Кроме того, завтра ребята смогут поехать на восточный вход национального парка, подняться на канатно-кресельной дороги фан-парка «Бобровый лог», прогуляться по климатическому маршруту. В рамках совместного проекта «Н-Плюс» и «Нацпарка» в этом году пройдет три экосмены для детей сотрудников энергохолдинга. Всего в таких экспедициях примут участие 50 детей сотрудников Красноярской ГЭС.